Очередной обход города Анатолий Пахомов начал с главных улиц делового центра курорта Островского, Воровского и Рос. Основной акцент – благоустройство и санитарное состояние. В ряде случаев оно оставляет желать лучшего. На руководителей вот этой аптеки, закрепленные за улицей Островского чиновники, в разное время за нарушение правил благоустройства составляли уже два протокола. Но витрины по-прежнему грязные. Вообще-то начинается рабочий день с того, что для начала берите тряпку, посмотрите в каком состоянии, посмотрите, берите рукой тогда. Ну, а вообще, это вы с зимы, нет, вы слушайте, ну нужно каждый день это делать. Хозяева аптеки тут же, взяв тряпку в руки, начинают наводить чистоту. Что сделать, и это мешало раньше, так и остается вопросом. То же самое в магазинах, салонах красоты и других офисах на соседних улицах. Паутина, пыль на витринах, грязная плитка. На улице Воровского пора бы уже покрасить бордюры, замечает мэр. Кое-где отремонтировать тротуары, а управляющим компаниям нужно тщательно следить за уборкой дворов. Остались вопросы у главы города и к состоянию, прилегающей к торговым и другим коммерческим объектам территории. Десятиметровую зону ответственности еще никто не отменял. Мы вложили огромные деньги, вложили свою душу в городскую среду, в объекты недвижимости. Действительно, мотивация, она должна быть заложена здесь. Культура должна быть. И не только у предпринимателей, которые имеют свои объекты недвижимости, но и у жителей. Штрафы за нарушение правил благоустройства. Вот что в том числе может помочь научить предпринимателей содержать свои объекты в чистоте и начинать каждый рабочий день с уборки, считает мэр. В противном случае такие объекты могут быть снесены. 222 статья. Делать это позволяет, как это было, например, в Москве. Свежий пример в Сочи. Павильон возле площади у администрации. После целого ряда судов его, наконец, демонтировали. Правда, процесс собственник затягивает. Сегодня же вывезли вот это все. Все, что здесь было вывезено. Уже после обеда сюда зашла спецтехника. И к вечеру фундамент павильона был почти полностью демонтирован. После того, как эту территорию расчистят, рассказал мэр, здесь появится клумба или цветник. Объектам торговли здесь больше не место.